В Молдове необходимо создать социально-экономический комитет, который объединил бы организации гражданского общества и выработал бы их общую позицию относительно проектов, находящихся в процессе утверждения правительством. Этот вопрос накануне обсудили в рамках круглого стола с участием представителей органов государственной власти, НПО и СМИ. В Республике Молдова довольно фрагментированная структура общественных консультаций. У нас есть несколько платформ, и это хорошо. Есть также большое количество НПО. Но в то же время нет механизма, который бы сделал гражданское общество, я имею в виду НПО, а также ассоциации работодателей и профсоюзов, а это три важных элемента гражданского общества единым голосом. Эксперты отметили, что подобный механизм уже действует в странах Евросоюза. На уровне Европейского союза социально-экономический комитет представляет собой платформу, посредством которой европейские институты консультируются с гражданским обществом во всех 27 странах-членах. Ни одно решение Европейского парламента или Совета не выносится на повестку дня для обсуждения и не утверждается без мнения этого комитета. В дебатах также приняли участие представителей министерств и Бюро по европейской интеграции, которые призвали к более активному сотрудничеству с гражданским обществом в условиях евроинтеграции Молдовы. Бюро открыто для сотрудничества и принимает во внимание любые поступившие комментарии. Наше желание иметь общество, в котором участвуют все, потому что изменения законодательства и процесс европейской интеграции должны оказать влияние на всех. Мероприятие организовали в рамках проекта «Гражданское общество за европейскую интеграцию», который финансирует Евросоюз и фонд Фридриха Эберта. Реализацией проекта занимается независимый аналитический центр «Эксперт-групп».